Девушки отдыхают Подождите, вы из России или откуда? Дело в том, что Одесса на Украине Какая разница? Понимаете, товарищ Равин Украина отдельное, суверенное, независимое государство А-а-а Вот эту хохму надо непременно сегодня же вечером Рассказать моей жене Снова на арене Здравствуйте, здравствуйте, на арене все те же Все то же самое, опять эта красивая картина Ну да, ну да, ну да Слушайте, мне ваше правительство очень жалко Опять? Что случилось? Ну сначала наши кинули на 60 ярдов Потом европейцы на полтинник кинули Вот обидно, это просто обидно Слезы наворачиваются на глазах Мы бы могли столько всего Мы могли бы серьезно жить Мы могли бы шикарно развиваться У нас столько было потенциала, столько возможностей А теперь у нас есть отмазка Все не произошло из-за вот этих вот подлых союзников Которые не дали деньги Все повторяется Опять эти фиолетовые лучи Я сегодня слушал вот этого вашего Оракула Аристоевича Так что, кажется, я вообще упал Он говорит Ой, да, он сорвался с цепи Но сегодня он вообще сказал Вот Европа говорит Вы что делаете, сволочи? Говорит, а вот если российская армия с украинской обедницей к вам придет? Да, да, да Ну, что делать, что делать? Это да, это я просто как по старой украинской традиции Никто не захочет отдавать вот эти деньги Которые уже взяли Ну, это понятно Берешь-то чужие, отдавать-то свои приходят Да, да, да Это же так неприятно Так неудобно Так некультурно Ну, что такое? А что такое? Что вы хотите от меня? Мы уже их потратили Мы уже все проели Что вы хотите? Единственное, на что могут согласиться Это взять у других, чтобы отдать и этим При этом, чтобы часть осталась здесь Нет, мне надо... Зачем эти реверансы? Взять у других, чтобы сказать тем, что мы будем отдавать А потом опять их прокушать И опять это самое Сделать удивленное лицо Краморова Такое Что с поездой? У меня товарищ в хом-дипов воровал эти самые гвозди Ну, и в стройму он дом построил Слушайте, он делал вот это лицо Он нагружал полную тележку стройматериалами Выезжал, он пищал, он делал вот такое лицо И ему говорили, идите, идите Он столько вывезет Так что это самое Нашего человека тяжело взять голыми руками Потому что нужно просто ежовые рукавицы Так вот, когда наступит час икс Когда все поймут, что надо уже что-то отдавать Этот холодный пот Между лопаток Я думаю, так все и произойдет Поляки скажут Хорошо, они не хотят отдавать деньгами Давайте заберем Львовскую область Кемерскую область Я-я И вот тут все Кемская волос Я-я Кемская область Вот тут как раз все и начнется Наши скажут Нихера себе Товарищи дорогие Не-не-не Так ваши сразу к Богу обратятся А россияне скажут Да-да, вы правы Нельзя бы что Разбазариваться землями империи И все И объединятся Все Объединятся Да-да И дадут там подсрачников Выгонят поляков Все Бедные поляки Бедные поляки Вы неплохо устроились Там так скажем Конечно И всем все простят Американские товарищи скажут Ну не получилось Как вот Ну пусть уже будет опять Талибан Отбрать Хорошо Все 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 живы-здоровы Все при своих интересах Все Нормально Чем не жить Что у вас там с метро происходит Там совсем Метро Метро Бог с ним с метро У нас что творилось Два дня нас бомбят Левый берег Это же вообще капец какой-то Я ходил сегодня с этим самым С визитом Вы же сказали Вы проспали все Да я проспал Но я сходил Посмотрел Что произошло Большая огромная яма Во дворе Все высыпаны Стекла вокруг Очень грустная история Потому что я как себе представил Что люди остались без жилья И наши же воришки Не дадут ни копейки Чтобы восстановить Это все Как обычно То есть они их поселили В школу И все И потеряли Ну какая-то разовая компенсация будет Потому что стеклами посекло Мебель у людей Взрывная волна была настолько сильная Что заклинило даже двери В этих выходные У нас же по старой традиции В демократической стране У всех бронированные двери И так получилось Что после вот этой взрывной волны Косяки эти все просели И людей пришлось еще с помощью Этих лозарей вынимать То есть все всерьез Подождите Тогда Что получается Я слышал новости Сказали Прилетело Но все посшибали Ну Понимаете Я же не военный специалист Я вот вижу эту яму Я понимаю Что это явно Не этот самый Не от обломков Нет Нет Я думаю Что она не Не от вот этой вот ракеты Которую посылали Баллистические Как она там называется Хер поймешь Ну не сатанаж Не искангер какой-то А что-то скромнее Конечно Кинжаль Будем называть Кинжаль Я вот смотрю на эту яму Я понимаю Что это не кинжал От кинжала яма По-моему С размером со стадион Значит Это значит Это значит Какой-то патриот Который значит Не взорвался наверху Мы можем только догадываться Что это за ошметки Кто это Что это Факт остается фактом Ободранные балконы Разбитые На целом массиве Все вышибленные стекла И вместо того А вот у людей пленочка Кстати Очень оперативно Месье Месье Губернатор Наш Это бургомистр Сразу привез пленочку И все там заплюнули И приятно Чтобы один тонн Вот например Учреждение Детский сад Все в черненькой Пленочкой А гражданский объект Все в беленькой Пленочкой Приятно У нас когда-то в армии Говорили Однообразие Доведенное До безобразия Называется Армейским порядком Вот Ой Эта армия Это вообще чудо Чудо в перец Слушайте Так Народ Я понимаю А что народ Ну как-то думает Обращаться Там Господин Господин Начальник А вы Мы не выбирали ли вас Чтобы вы нам обеспечили Здесь безопасность Почему у нас Что-то летает Это напоминает Вот этот анекдот Старинный Про этого самого Богатыря Какого-то там Нашего Муромца Который Папа Пришел к нему Богатырю И говорит Меня там обидели Соловей-разбойник И они пришли И этот Муромец Говорит Соловей-разбойник Ты что охренел Ты не знаешь Кто этот человек Это же мой батенька Мой Одинокровный А тот Слазит с дерева Говорит Да знаю Отлично И опять По щеке Его Хрязь Понимай Илья говорит Ты что делаешь Это отец мой Ты за него же ответишь И это самое Опять его там увещает А тот опять Батя кулаком По полбух Шмяк И конечно В десятый раз Батя к бате Уже там Муромца Говорит Пойдем Слушай Дружок Ну нафиг Эти разборки ваши Понимаете Так вот и у нас ситуация Значит Население страдает И что мы можем Сказать Товарищ Зеленский Заканчивать уже Да Хватит Или как А патриотически Настроенная часть А у вас же еще Такое С вами Прошлый раз А те люди А те люди Которые Пытаются Сбить Вот это Каждый вечер Они Из этих Всех Стволов Там Садят По этим Гераням Этим Шахедам Или что Она там Летает Пердит Они вообще Вот мне интересно Вот эти люди Они понимают Что действует Закон физики Земное Притяжение То что летит Вверх Оно Соответственно Упадет Вниз Я знаю Просто точно Что они Живут В Винниции В Житомире В Ривне Где угодно Только не в Киеве Потому что Киевлянин Будет Обстреливать Жилмассив Как бы В надежде Попасть В какой-то Самый Летящий Мопед Не будет Потому что Он же понимает Что там Люди Спят Седя Или Живут Вот А если Ты не Киевлянин Тебе Погляет Абсолютно Ну вот И вот Эти Казусы И получаются Что А сейчас Взяли Моду Так сказать Кружить Над Многоэтажками То есть Не просто Лететь В цели Сразу Напрямую А делать Всяки Пируэт Сейчас Пошла Новый Стиль А это Зачем А я А я Чтоб Я знал Так я Был 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 Заложен А так Я Не знаю Может Это Какой-то Шик А посмотрите На меня Почему До сих Пор Никто Не стреляет Может Они Издеваются Так сказать Над нашим ПВО Летают Наворачивают Круги Это ужасно Выглядит Но Реально Я Я Уже Очень рад Что я Проспал Вот этот Кошмар Потому Что Ко мне Обращаются Мои Толстошкуры Алкоголики Товарищи Которые Не прошибешь Они Говорят Ой у меня Селце Это Сам У меня 140 ударов Минуту Там был Это Пульс Я Говорит С кровати Упал Там То есть Это Все Было То Что Я Проспал Это Была Серьезная Весь А я Тонкой Душевной Организации Я Еще Хуже Б Это Пережив А он Чувак Мне Говорит У меня Окно Настер Открылось От Взрыва А у Меня Шторы Колыхались А у Меня Дом Ходором Ходором Вышло Да Вот Такая История То Есть И у Всех Были С Сердцебиение Сердцебиение Аритмия То Это Получается Массовый Психоз Мало Того Что Мы Подвергаемся Этим Самым Марафоном Этим Обструкцией Телемарафон Днем По ночам На нас Еще Психологическая Атака Кстати Сегодня Произошло То Что В будущем Ждет Вашу Территорию Опять Что Такое Я Видел Где-то По-моему В Закарпатье Пришел Мужик На заседании Мисковой Рады И покидал Гранаты Меня в этой картинке Впечатлило Как все Замерли Как сидели В этой позе Такой Задумчивый Как на заседаниях Сидят Что Что У нас Такое Сильрада Сильрада Это Такая История Советское Наследие До сих Пилят При Сильрадах Существует Еще Возможность Украсть Землю Обильно Притом И вот Значит Голова То есть Председатель Является Как бы Получается Его выбирает Местное население Чтобы он Им улучшал Быть Как-то Стелил Дороги Там Что-то Там Ну Какие-то Делал Эти самые Блага А он Вместо Этого Всего Просто Оставшиеся Неудобные И нарезает Там Земли И продает А вот Эта группа Лиц Которые Называются Депутаты Они молча Голосуют И принимают Решение За это Все И вот Этот Человек Им претензию Предъявил Что они В конце Года Себе Нарисовали Стопроцентную Премию У него Был Немой Вопрос За шок И он К ним Пришел Один Раз Второй Раз Он С ними Пытался Договориться У него Короче У этого Дяди Было Обостренное Чувство Справедливости Такое Забытое Я скажу Вам Забытое Абсолютно Это Самый Элемент А как Вы думаете Вот Сейчас Давайте Представим Что Закончится Вот Этот конфликт Как Вы думаете Сколько Народу Окажется С таким Чувством Которое Страшно Подумать То есть Человек Вот Я Например Будьте Здоровья Будьте Здоровья То есть Я Например Прихожу В этот Самый Банк В нашу Самую Сберкассу Которую И Говорю Отдайте Мне Что Я хочу А мне Говорят Касса Закрылась Три минуты Назад Я говорю Сделайте Оболжение Я шел По этому Льду Как Корова Понимаешь Я не Дошел До вас Они Нет Приходите Завтра Все Касса Закрыта Три минуты Вы Опоздали Я Начинаю Бурчать Там Нервничать Моя Реакция Я Выхожу На улицу Покупаю Жирный Чебурет Заедаю Свою Обиду И Иду Домой Вы То Да А Хлопец Который Пришел А хлопец Достанет Вот эту Гранату И Кинет Ее В Эту Кассу Положит Ей На стол И Скажет Да Скажет Ей Что Ну Это Это Вот Это Вот Уже Доведенный До Отчаяния Гражданин Представляете Вот Как Былся Головой Об стену То Есть Он Пытался Вот Видит Это Это Кстати Вот Удивительная Ситуация Потому Что Там У них В этой В этой На Западынщине Еще Есть Порядочные Люди Кто Мог Подумать Вот Это Один Из Мал И Кстати По Моему Они Там Это Самое Я Видел Видео Как Он Лежал На Этим На Этих Носилках Лежал На Полу Что Они Не Торопились Оказывать Это Самая Помощь Какой То Рассчитывали Именно Что Он Отойдет Тихенько Чтобы Его Не Судить Потому Что Он Уже Такой 69 Года Он Уже Не Молодой Флоп И Нашего Возраста Что Значит Не Молодой Мы Да Не Ну Понятно 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 Но Если К нашему Возрасту Припаять 12 Лет Тюрьмы Совсем Не Горькая История Получится Ну Да Неприятность Получится Ну Да Я же Говорю И Тут Получается Такая Вознесчасть Ну Я Это Конечно Он Герой Еще Единственное Там Бабы Были Конечно Это Лишнее Виск Поросячий Крик Там У одной Ноги Отнялись Она Не могла Встать Это Чисто Психологическая Ситуация Реально Не могла Встать Со Своего Креста Дым Копать Это Крики Ужас Ужас Вы видите До чего Довели страну Мало того На фронте Гидут Еще же Придут Домой И там Еще Хуже А знаете Еще Как Как Оно Будет Те Придут С обостренным Чувством Справедливости И начнут Спрашивать Тех Кто Не Ходил Ой 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 Да Ну Я просто Догадываюсь Что Как бы Их Будет Такое Количество Что Как бы Ну Они же Не смогут Там Ну Хорошо Вот Раньше Раньше Когда Это самое Когда Вопрос Решался Еще Шахтерами Вот 15 Вот 14 15 16 17 Когда Ну Реально Еще Там Это Самое Ну Прямо Скажем Было Еще Относительно Безопасно Идти на Восток Воевать Потому Потому Что Как Вот Такого Шовчан Скидывают Там И Скидывают И Все Там Обстреливают С головы До ног Такое Жне Вот Так Они Значит В маршрутках Себя Там Вели Непристойно Все Время Требовали Значит Проезда Какого Я Так Догадываюсь Что Это Тыловики Очередные Знаете Как Правило Настоящие Так Я Кстати Вы Сейчас Напомнили Да Это Уже Не Вспоминают Но Я Помню Эту Быдлоту Я По Другому Просто Сказать Не Могу Там Я Участник Боевых Действий И Меня Бесплатно Причем Причем Система Вашем Государстве За то Что Ты Ведешь Бесплатно А Здесь Ваше Умное Государство Скинуло Это На Частного Предпринимателя Типа Не Повезло Тебе Родной Сегодня Ты Волонтер Понимаете Это Я Считаю Он Не Может На Заправке Сказать Что У Меня Сплошные Да Нет Даже Не Так Понимаете Ваша Подлая Власть Я По Другому Это Просто Назвать Не Могу Скинуло Вот Этих Волонтеров На Частных Предпринимателей Типа Это Очередной Налог Ввели Частным Предпринимателям Причем Непонятный Налог То есть Он Беспроцентный То есть Сегодня Может Это 2% Быть А Завтра Может Быть 90% В Зависимости Как Тебе Повезет Ну Я Я Еще Застал Тот Период Когда Вот При Мне Человек За Ветерана Заплатил То есть На Моих Глазах Значит Заходит Дедушка Тот Ему Надо Платить Я Ветеран Дед Что-то Засуетился И Вдруг Молодой Человек Встает И Говорит А Я За Дедушку Заплачу Мне Так Стало Приятно Что Есть Еще Такие Люди Сейчас Уже Ветеранов Нет Практически Я Не Ездил Вот А Тогда Еще Был Такой Перед Вот В Каком Еще Пошел На Это Место Чисто Посмотреть Что Там К Чему Потому Что Фотографии Фотографиями Хотелось Побывать Так С Да Ведутся Работы Засыпается Вот Эта Большая Яма Во Дворе Все Заклеено Вот Полиция Я Говорю Полиция Стоит Баба Значит Полицейская Я Говорю Можно Снять Сфотографировать Они Говорят Пожалуйста Доступно То есть Никто Там Не Вырывал У меня Телефон Я Сделал Это Самые Какие-то Снимки Показал Товарищ Ну И Сегодня Лежим Спим Уже Никого Не трогаем Опять Понеслось Уже Я Не Успел Прилетели Понеслось Кружили Кружили Не Ну Это Даже Психически Для Людей Это Обалдеть Просто Напросто Понимаете Вот Ты Лежишь И Слышишь Вот Этот Мопед Или Что То Я Все Я Все Примеряю На Донецк Который Вот Восемь Лет Ёхан И Баба Ой Ой Когда Там Реально Летят Снаряды Там Жжнее Никто Ничего Не Объявляет Друг Ни С того Ни Сего У Меня Пару Дни Назад Был Ролик Да Там Два Персонажа Были Муж И Жена И Я Читал Потом Комментарии Удивительно Там Больше Восьми Тысяч Комментариев Под роликом Что Довольно Таки Удивительно И Жена Сказала Говорит Ну ладно Там Они Воюют Говорит А Зачем Россияне Пришли Войной Ну ладно Говорит Там В Донецке Луганске Там Ладно Понятно Типа Фиг С ними Да А зачем Надо было Чернигов Сумы Вот Такие И Знаете Вот Людей В комментариях Это Очень Разозлило Что Задело Фиг С ними Не Понял Видите Это Показывает Сплоченность Вашего Общества Да 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 Их Долго Долго Расчеловечивали Меня же Не было Я Когда Приехал Мне Начали На всех Углов Рассказывать Что Донецкие Они Такие Особенные Мне Все Они Такие Бандикуватые Такие Бандиты Такие Криминалом Занимаются Они Такие Работать Не любят Такие Алкаши Такие У них Регион Дотационный Такую Гадость Рассказывали Я думаю Какой Дотационный Это Шахтерский Край Люди Уважаемые У нас По Второму Третьему Каналу Украинскому Сюда По Телевизору Семь На Табуретках У нас Сцене Сидело По 15 Человек Одна Семья Династии Шахтеров Все В ординах Там Все В регалиях Все Такие Уважаемые Люди Как это Так Произошло Думаю Что Случилось Это Была Заранее Придуманная Тема Расчеловечивать Людей Чтобы Их Удобнее Было Убивать Что За Подлое Государство У вас Ну Батенька Ну Что Как Обычно Человек Поживет На Диком Западе И у Него Сразу Какие-то Это Просто Комфортно Себя Чувствовать Не Представляете Как Если Было С Вашими Каким-нибудь Национальным Меньшинством Вдруг Вот Так Обошлись Например Я Честно Сказать Я Здесь Со Времен Скажем Индейцев И Там Рабовладельцев Я Не Вижу Я Даже Не Вижу Возможности Чтобы Кого-то Взяли И Начали Специально Расчеловечивать Понимаете Да Да То Нет Так Хотя Я Вам Скажу Так Хотя Хотя Голливуд Голливуд Постоянно Ведет Эту Работу Он Потихонечку Через Кинотеатр Через Кинозалы Сейчас Тоже Нет Такого Влияния Но Все равно Раньше Когда Кинотеатр Была Серьезная Такая Тема Постоянно В художественных Фильмах Вкрапляли Такой Образ Этого Самого Злодея То есть В определенный Период Это были Китайцы Во время Второй Мировой Это были Японцы То есть Обязательно Потом Долго-долго Русская Мафия Была Злодейская Обязательно Вот этот Злодей С акцентом Говорящий Какой-то Человек Иноземец Какой-то Да Но Все равно Оно Как-то Не сильно Влияло На общество Не сильно Влияло Вы здесь Тоже Бывали Не могу Сказать Что Ненависть Какая-то Была К русскоязычным Причем Знаете Что Интересно Не говоря Уже О больших Городах Типа Нью-Йорк Чикаго Там Где Русских Много Даже Если Ехать Туда Знаете Вот Это Одноэтажная Америка Там Когда Узнавали Что Ты Русский Чуть ли Не доходил До того Дай Потрогуйте Это Настоящий Типа То есть Не было Такого Они Не были Так Расчеловечены Хотя Голливуд С одной Старался Конечно Потом Опять Кто Такие Русские В Америке Русские В Америке Это Большинстве Одесские Одесские Евреи Или Просто Еврейские Люди У них Особенности Есть Специфика То есть Они В массе Своей Смогли Подтвердить Дипломы И стать Вроде Как Ну Занять Неплохую Ячейку В этом Обществе Да Например По сравнению С теми Поляками У которых Столько Гонора И прочее Дальше Пламера То есть Сантехника Я Ни одного Поляка Не видел Я не видел Ни поляков Ни лойеров Не видел Ни медиков Не видел То есть Не врачей Ни этих самых Не адвокатов А все А все Наши люди Конечно И вот Складывается Впечатление У людей Конечно Что наши Все заняли Медицину Наши везде Стараются Где-то Преуспеть И дети В школе Всегда Получается На всех местах Или еврейских Или китайских Там Занимали Все Ну Китайские По понятной причине Все равно Я вам говорю Даже взять Если Одноэтажную Америку Одноэтажная Америка Даже Не воспринимала Русского Как врага К примеру Вот не было Такого Знаете Несмотря На все Да Усилия Да Ну да Ну да Ну да Ну да Но я Я видел Например Человека Который Мне так и заявил Он мне кстати Эту мысль И подсказал Он говорит Мы уже даже Он говорит Мы уже даже Привыкли Что у нас Каждый Какой-то Период Времени Обязательно Какой-то Образ Сразу По линии Днепра Практически Сразу Делилась Страна То есть Вот эти Вот Юго-Восток Крым Когда он еще был Украинский Сейчас у нас Ничего нельзя Называть его Неукраинским То есть Обязательно Нужно Такое-то Подчеркнуть Временно Оккупированная Временно Оккупированная Территория Да Чтобы быть Толерантным То есть Такие смешные Вещи Да Толерантным Да Да Политикли To be Политикли Коррект Да Да Что боже Дискрым Значит Крым Таки Да Вот И он Обязательно Вернется В Лоно Да Конечно И вот Он Значит Юго-Восток И еще К пару В Уберни Они все Были за регионы Вечно И западная часть Всегда за любого Прозападного Политика То есть За Ющенко С этой стороны За Януковича С этой стороны И Тимошенко Города Занимала Черниговскую Область Для меня Это кстати Какая-то Аномалия Я там Это самое Такие Черниговские Люди Они Такие Спокойненькие Такие Тихенькие Они почему-то Все время Юленьку Выбирают Почему Непонятно Там Или Там Эти Ячейки Такие Крепкие Такие У нее Партийные Вот К чему Я говорю Об этом Разделении Талтычил Еще Какой-то Ученый Из Канады Он Сообщал Что Серьезнейший Раскол Серьезнейший Идет Идеологический Абсолютнейший Оскол Страны Вот На эту Тему Одни Стремятся На Запад Другие Стремятся На восток И вот Так Вот Вот Она И Реакция На это Все Абсолютно Совсем Недавно Еще Проценты Опять же Стремления В НАТО Они были Совсем Не в пользу Так сказать То есть Очень Мало Людей Живало Подождите А как Могли Так Оболванить Вот Я Здесь Живу Я в Штатах Живу Штаты Это НАТО Мы НАТО То есть Если Говорить Что Кто То То Это Мы НАТО Все Остальные Пассажиры Попутные А мы НАТО По большому Учету Основное Это Финансовое У меня Такой Вопрос На Что Рассчитывали Ваши Вот Эти Вот Власть Придержащие Они Думают Решить Они Действительно Считают Что Сейчас Мы Возьмем Вас В НАТО И Сразу Пойдем За вас Воевать Они Действительно Так Считают Они Уверены В Этим Они Хотят Сохранить Своё Имущество И Наворованные Вещи К Они Украденные Деньги Для Них Гарантия Вступление В НАТО И В ЕС Почему Они Считают Что Все Вот Эти Купленные В Испании И Во Флориде Замки И Все Эти Имущества И Все Эти Распиханные По Всевозможным Местам Эти Биткоины И прочее Что Им Это Все Оставят Они Торгуют Территорией Они Торгуют Оставшимися Рабами Которые Тут Бегают Вот И Не Подождите Подождите Они Действительно Верят Что Их Бы Взяли В НАТО Ну Конечно Потому Что Мы Же Такие Хорошие Почему Мы Нет Мы Же Стараемся То Главный Критерий Какой Быть Преданный Делу Партии Подождите Подождите Получается Человек Разозливший Медведя Или Льва Бежит От Него Бежит Но Бежит К Толпе И Вдруг Толпа Встала Защищать Этого Человека Или Толпа Тоже Разбежал Подразумевается Что Подразумевается Что Мы Значит Когда Закончатся Все Украинцы Должны Прийти Или Поляки Или Кто Там Или Коллективный Запад Как Раньше Приходил А вам Какое Дело Если Вы Закончитесь Нам Какое Мы Должны Внести Лепту Это Значит Чтобы Уничтожить Мордор Мордор Должен Быть Уничтожен То Есть Как Тот Мужик В Западной Украине Зашел С Гранатами Покидал Да Покидал И все Поставил Точку Если Раньше Считали Что Именно Русский Ваня Должен Кнопку Красную Нажать Последний Чтобы Уже Все Ах Так Вот Вам Бабах И все Иным А земли Вот Так Вот Теперь Оказывается Это Пыли Я Кстати Много Раз Смотрю Ваших Лидеров Честно Сказать Хочется Иногда Взять И Такого Хорошую Оплеуху Зарехать От души Смачно Потому Что Помните Когда Упала Ракета В Польше Когда В Румынии Упал Беспилотник Или Тоже Ракета У них Была Несказанная Радость На глазах Что Сейчас Вступят Все В войну То То есть Эти Подонки Извиняюсь За выражение Хотят Втянуть Весь Мир В войну Они Вот Хотят Им Им Не Нужен Мир На Украине Им Нужно Чтобы Воевали Все Вот Танцуют Все Вот По Боему Это Надо Сельское Хозяйство Кончили Промышленность Загубили Генофонд Отправили За границу Что Еще Надо Взять Следующее Логично Понятно Втянуть Всех Остальных В эту Мясорубку То есть А что бы Не Что бы Нет Конечно А что Тут Уже Терять Все Слушайте Они Не сумасшедшие У вас Ну Хрен Он Знает Они Свои Семьи Перевезли Они Свои Имущества Перевезли Они Сюда Приезжают Зеленых Майчиках На работу Они Приезжают На работу Они Давно Здесь Не живут Им Абсолютно Ночекает Что тут Я вам Хочу Показать Одну Картинку Я Сегодня Кстати Даже Это Было На ТСН Вы Смотрите Наше Телевизор Сегодня Я Смотрел Мне Было Довольно Таки Интересно Обратите Пожалуйста Кстати Выступал Выступал Леша Гончаренко Я Я его слушал Да Леша Гончаренко Это Посмотрите Пожалуйста На рукав Этой Женщины Во-первых Какого черта Она в камуфляже Там Да 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 Ну это же Обычное явление Это сейчас Это сейчас Если раньше Можно было воровать Вышиванки Только строго Да Теперь можно воровать Вот военных Костюм Мне плевать В чем она пришла Она могла в бикини Туда прийти Мне по барабан Я сказал Обратите внимание На рукав Потому что На рукаве Нет На рукаве Украинский флаг И рядом Американский флаг А вот так Окей Понимаете Вот Мне интересно Какого Черта Ты прилепила Американский флаг Туда А сидит Выступает Леша Гончаренко Да У него На его сиденье Ну где он сидит Да Вот там Украинский флажок И флажок Евросоюза Какое вы отношение Имеете К Евросоюзу Уже очень давно Использую Такой приемчик Вы пытаетесь Опять же Вы пытаетесь Весь мир Втянуть В это дело Во всех Учреждениях Стараются Именно Вот так Евросоюз Повесить Говорят Говорят Я не видел Своими глазами Что чуть ли не Даже В некоторых местах По типу Так сказать Управления СБУ Там например Тоже висели флаг Я даже видел Своими глазами Я лично видел Флаг United States Который висел Над Обл Каким-то Энерго Даже Облэнерго То есть Это Обыкновенная Сраная Компания Которая раздает Электричество Там по области И у нее Висел флажок То есть Подчеркивалось Подчеркивалось Что хозяева У нас Вот То есть Какие претензии К нам Ты хочешь Провести электрику Приготовь деньги Потому что Вот Это все Дешево Теперь не будет Это теперь Не совок Какой-то Тебе Америка Любимая Америка Дешево Не будет Обалдеть Обалдеть Да Интересные движения Но Страшно Хорошее время Живет Страшно Да Ну Слушай Конечно Когда рядом Обрушивается дом То конечно Это самое Абсолютно Никакого удовольствия Слушайте А вот Уникальная ситуация Никаких же Это приятно Смысляем Слава Богу Порезанные Порезанные С этими нервными Срывами Там Все такое Но Никаких же Слава Богу Странно Это прям Боженька Какой-то Даже Это самое Участвует В этих процессах Оберегает Киевлян Такие там Да Страсти Мордасти Все такое Ну Что делать Что делать Какие там Идут голоса Все громче И громче Раздаются Что Надо Значит Это самое Остановить Примириться Не в смысле Примириться А Заморозить конфликт Понимаете Как интересно Знаете Вот Уверенность Уверенность Ваших Как бы так сказать Красиво Ладно Давайте Ваши власти Переговорщиков Да Ваших Что Не-не Вот Уверенность Ваших Там Как у власти Которые находятся У них Уверенность Такая Только Они согласятся Россия Тут же Прыгнет За стол Переговоров И примет Все условия Они даже Не могут Они даже Не могут Подумать Вернее Они могут Подумать Но люди Вот Простые люди Которым Они доносят Не могут Подумать Что Путин Всегда Соглашается На переговоры Да Он говорит Мы будем Говорить Но он Не соглашается Никогда На условия Потому что Условия Будет Выдвигать Тот Кто сильный На данный Момент Понимаете И он Эти условия И будет Выдвигать Они Глупо Считают Что Россия Сядет И выполнит Все условия Скажешь Ладно Кушай Вот эти области Которые Ты занял Там Часть И все Давай И вали Отсюда И они Почему-то Уверены Что Россия На это Согласится Ребят Ну как-то Так Переговоры Не проходят Да Такое Количество Жертв Просто Немыслимо Они Сами Себя В тупик Загнали Да Все Только Ради Того Чтобы Что Господи Ну в конце Концов Я Не знаю Такие Непримиримые Неужели На генетическом Уровне Такие Непримиримые Проблемы Люди Которые Не отличаются Друг от друга Абсолютно Ничем Те же Оливье На Новый год Та же Шуба Подселедкой Та же Водка И все Дела Тот же Разгильдяйство Те же Петарды С утра До вечера Сейчас пойдут Новые годы Ко мне Петарды Такое Удовольствие Пусть лучше Петарды Чем Гранаты Так Оно Шпаняшка Я же говорю Когда бабушки Говорили с дедушками Лишь бы не было войны Все мимо ушей Это пропускали А теперь Это очень выпукло Понимаешь Не дай боже Это такой кошмар Что это никому Не нравится И это только Нас тут Краешком Так это зацепило А вот Кто-то Жил В этом ужасе Дай вообще И посмотришь И посмотришь На это Все Не зацепило И поэтому Умиляет Конечно И очень удивляет Как вот Некоторые страны Подливают Керосин Так сказать Два Что они Себе думают Неужели Немцы Например Уверены Что их Не спросят За эти танки С крестиками Которые ползут По степям Их Оброса Они по-моему Уже ничего не решают Да Получается Не решают Потом Эти оголтелые Какие-то Движения Я это же не знаю Конечно Когда вот Заживое Блокада На границе Везде блокады Стоят фуры Украинские У нас же Подвоз Только с той стороны А его блокируют Я Когда Слушайте Так может и голод Уже наступить Ну Не с нашим счастьем Конечно В моем случае Я знаю Что я буду Закрыт Поэтому я Имею ввиду Что я дергаю себя Заживную щеку Как бы Ну я говорю Вообще То есть На это уже Не обращают внимания По-моему Еще Венгрия Собиралась Закрывать Да Словакия Закрыла Польша Закрыла Еще Венгрия Ой Там осталось По-моему Румыния Несчастная Все Словакии Закрыли Венгрия Закрыли И поляки Тоже Там все Бузя Там Все Это какие-то Дикие очереди Потом Наши умельцы Перегрузили На платформу Хотели Завести Железной дорогой То Те сказали Стоп 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 И остановили Этот состав Тоже Не дали шанс Проехать Короче А есть же Грузы Которые Там Как это Кончепотребны То есть Есть такие вещи Которые Надо немедленно Первые Необходимости Я уже молчу Там про лекарства И прочее Потому что У нас же все лекарства У нас же От своего Отечественного Там совсем По пальцам Пересчитать Все Хочется сказать Бессмертное Ну шо сынку Ну Уже же Арестович Уже заявил Ой мы не на них Поставили Типа Это не было Понятно Вы знаете Вот по поводу Этого Вашего товарища Вспоминается Вот очень хороший Тоже советский Фильм Там такой Дедок был Кстати Ваш Такой Говорит Ну дайте Мне его Хоть за горло Поддержать Кстати где-то Крутится в Нью-Йорке Арестович Где-то сидит Там Даже интересно Где он там Вряд ли в пригороде Наверное где-то Его видели На шопинге Таком Предрождественском Постоянно Маячат То есть Есть вполне Шанс С ним Столкнуться В русском Магазине Не хочу Его Время С кем Сталкиваться Да Да Оставьте его Себе Забирайте Мне интересно Как он выехал У вас же запрещено Выезжать Нет Есть же определенные лица Люди Которые медийные Так он же безработный Ну ладно Столько потрачено усилий На него Они же Все С одного Так сказать Внеца Ворон Ворон глаз Не выколит Да Да У них у всех Одна особенность У них у всех Особенность Они все ездили В Штаты На стажировки Различные То есть Они все Это такая технология Очень простая Берется Студентик Программа World and Travel Привозится Он как Асторг Такое Все Ух Ах Потом Предлагают Курсы Он поступает Все так Тоже Весело Значит Это самые Студенческие годы Пьянки Гулянки И все Это прививается Такая вот Любовь Западному Такому К всему И человек Позвращается Уже Готов С четким пониманием Готов Что Местные интересы И вот Это быдло Которое Живет По Швейцару Для Это уже Не его Они все Устроят Разрушить Уничтожить И Обычная Тема Это как Все Полицаи Оказывались В Аргентине В Канаде Тоже В США Тоже Достаточно Так вот И у них Одно А население Все это Глотает Ничего То есть Это Такие Очень Простые Понятные Вещи Знаете Как Нацаревах Иптик То есть Это Обычное Явление То есть Если Наш Человек Попадает К этому Гласному Корыду То он Себя Ведет Вот Вот Типично То есть Еще Ни одного Не было Такого Человека Который Сказал Давайте Вот Завтрашнего Дня Начнем Реальную Борьбу С Нетрудовыми Доходами Нету Таких Нету Нету Лицонеров Тогда Что вам Нужен Вам Нужен Какой-то Гауляйтер Со Шрамом Поперек Рожи Который Будет Гнобить Всех Для Которого Не будут Свои Чужие Нужен 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 Человек В Кожанке С Маузером Который Будет Рассказывать Что Такой Сибирь Всем Представителям Желающим Так Руку Запустить В бездонный Карман Или Вариант Номер Два Вот Такой Народоволец Как С этими Гранатами Хотя Конечно Людей Жалко Не Дай Боже Там Тетки Общелевые Были Но Такие Жертвы Понятнее Как Вы Думаете Тернистый Путь Как Вы Думаете Можно Это Выставить Ну Попробую Из Вас Сделать Гарного Хлопца Ну Все Как И Прежде Шарвар И Шабля Хорошо Давайте Вам Соколиный Взгляд Вам Добра Всего Хорошего Будьте Осторожны Дай Вам Бог Всех Благ Держите Сия Чаша Минует Вас Дай Вам Бог Будем Переживать Переживать За страну Будьте Здоров Ребят Это Наш Старый Знакомый Из Киева Ну Вот Видите Я В Некоторых Местах Извините Конечно Соизволил Немножко Улыбнуться По Мере Его Но это я Смеялся Не потому Что Мне Было Смешно Над Ситуацией А было Улыбку Вызвала Чисто Его Манера Разговора Серьезно А то Что Ситуация Это Трагедия Это 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 Двумя Руками Поддерживаю Я думаю Это Трагедия Это Только Начинается То есть Вот Эти Парень С Гранатами Это Только Начало Это Вот То Что Ждет В Будущем Бедный Народ Бедный Просто Нет Слов Знаете У меня Нет Слов Каждый Сами Выражайтесь В комментариях Пишите Что Хотите Я Сделаю То Что Я Сказал Я Закрою Этого Человека Ну Я Думаю И так Вы Знаете Так Что Удачи Ему Удачи Вам Добра Сейчас Сейчас Как Это Мама Мама Что Я Буду Делать Класс Чего Класс Говорит Народу Нравится Чего Народу Нравится